Продолжение следует... Все есть, розетки смотрим, раз, розетка, два, розетка, там чайник, потом, где еще у нас розетки, так, 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 смотрим, где розетки есть дополнительные. Надо обязательно все изучать, надо обязательно все изучать, чтобы потом знать, где можно подзарядить свои телефоны. Ну, естественно, здесь розетка есть, это два, потом вот здесь разъем USB тоже, USB можно здесь телефон заряжать, пожалуйста, от телевизора, да. Потом, вот здесь у нас есть розетка, розетка выключателя этих светильничков, да, это тоже четко. Потом так, вот, три, четыре, да, у нас еще что, еще где розетки. То есть у нас получается, телевизор работает от розетки, потом внизу нету, ну ничего, телевизор от розетки работает, потом там розетка есть, где тумбочка, да, потом, 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 в коридоре у нас есть, в коридоре есть розетка вот здесь, то есть сюда надо будет вешать тройничок, потом вот здесь есть розетка, ну и туалет тоже есть розетка. Как я говорил, эти очень умные, очень хитрые розетки, как мы их обходим? Мы берем, вставляем нашу розеточку обычную, обычную с двумя этими, с двумя вещичками нашими, с двумя зубчиками. Но вот здесь есть фиксатор, который не пропускает, видите, они заблокированы, то есть ты не можешь сюда засунуть свой прибор зарядный. Поэтому ты здесь должен просто нажать любой штучкой, вот этот язычок, его нужно просто подвинуть, и у тебя тогда откроются вот эти два отверстия, и ты можешь спокойно вставить. То есть ключом ты сделаешь, нажимаешь, и оно у тебя открывается, и все, и ты можешь уже пользоваться этой розеткой. Понятно, да? То есть вот, сейчас она открыта. Вот сейчас она открыта, то есть нажимаешь на язычок, и все, она открывается, эти открываются, и ты вставляешь свой прибор для зарядки телефонов. Так, здесь свет, туалет, это, это, это все понятно, все это понятно. Раз, два, три, четыре. Итак, переходим в другую комнату, да, мы проверили, все в порядке, все в наличии. Обязательно нужно перед заездом паломников, нужно обязательно проверить комнаты, для того, чтобы какие-то косяки, какие-то проблемы решить, и убрать, и устранить, и пожаловаться сразу, заранее. Так, ламар, так, это у нас четырехместка, 114-я. Так, ключ берем и вставляем, далее идем в 104-ю и в 100-ю, и в 109-ю, да, все дальше, идем, значит, хорошо. Так, накладные, ключи, сумка, забираем, пошли дальше, ключ берем, вставляем в 114-ю, сейчас вытащил ключ из этого замка, свет автоматически отключается, понятно, да? Поэтому мы уходим, так, это накладные, идем в 104-ю, 114-ю, так, все, дверь автоматически, все, закрывается, очень красиво. Саламу алейкум. Сейчас вот в трехместную, трехместная, 104-я комната, здесь есть кресло дополнительное, очень удобное, местоположение кыблы, потом мукеев, кондиционер, маркези, маркези, то есть это основное вентилирование, не сплит здесь, а здесь уже основная вентиляция идет. Туалет также имеется, туалет просторный, очень хорошая комната, очень даже хорошая. Так, это есть, это есть, вода есть, все имеется. Так, мы в 109-й комнате, 109-я комната, так, все имеется, тоже шкаф, большой шкаф, из двух секций состоит. Туалет, туалет, туалет с правой стороны, так, туалет, все имеется, четырехместная комната, светильники работают, этот работает, телевизор работает. Альхамдуллилла, это 109-я комната. Ну вот этот, очень большая просьба, не путать, вот этот шкафчик, на каждом этаже, на каждом этаже есть вот такая вот интересная дверца, со светом причем. То есть ты нажал и кинул сюда, то есть здесь обычно эти рабочие, которые меняют в каждых комнатах, в каждых комнатах меняют постельные, они сюда грязную постель, сюда бросают и это все спускается вниз в машину и отправляется на прачечную. Вот это да, то есть большая просьба не путать это с мусоропроводом и не выбрасывать сюда мусор, понятно, да? Ну хорошая, хорошая вещь, это очень хорошая вещь, конечно, на каждом этаже, отель Ламар, отель Ламар. Ну и еще смотрите на то, что вот на лифте написано, да, например, нам нужно на первый этаж спуститься, в стикбале, это G нужно нажать. Мы были на однерке, на первом этаже, то есть от первого этажа до стикбале, смотрите, мы, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь этажей, чтобы подняться на цифру один. То есть здесь смотрим, разбираем, здесь Малаков, это паркинг для машин, мечеть, мечеть, прайер Малаков, еще один паркинг, значит, два этажа для машин у них. Ресторан Р, потом С, С это у них, конечно, управление, секретариат, директор, вот здесь еще один, Малаков, еще один паркинг, ну и три этажа паркинга. Потом Маркес Риджалю Ламар, здесь рабочие работают, живут у них. Ну и вот самый нам нужен сейчас G, гостевая, гостевая, едем туда. Манасик Тревел и Мекка Сервис.ком представляют вам отличный отель Ламар, в котором есть кофешоп. Можно здесь посидеть, кофе заказать, бутерброды покушать отдельно уже, да, кофешоп. Пожалуйста, посидеть на хороших креслах, уютненьких, насладиться интернетом скоростным. Вот такая вот, вот такая вот гостиная, как бы, да. Так, четыре лифта здесь, четыре лифта, отлично. Далее, здесь тоже есть местечки, местечки для посиделок. Вот, ну и выбрать себе духи, хорошие духи можно выбрать, купить какие-нибудь. Бесминда, мы с вами вышли из лифта на первом этаже. Ну, первый этаж, это, конечно, у них уже где-то пятый этаж у арабов, потому что первые этажи у них там дирекция, администрация, мухасаба. Итак, здесь четыре лифта, четыре лифта, вот мы вышли на первом этаже. Итак, смотрим, ключи получили, 114-я комната, 114-я комната, как раз при выходе из лифта, посмотрим. Ключи электронные, поэтому можно сразу... Компания Монасик и Мекка-сервис. Мы на первом этаже, комната 114-я, машала, все электронное, даже можно звонить. Так, кто есть дома, нет никого, значит, можно заходить. Берем ключ, заходим в дом. Итак, 114-я комната, машала, машала, ага, ковер, так, ковер, оставляем тапочки. Ключ обязательно надо вставлять сюда, сюда, тогда появляется свет. Вытаскиваешь, выключается свет. Итак, мы зашли в комнату, это четырехместная комната у нас, тут и написано также, четырехместная. Смотрим, комнаты отличные. Так, просторный, телевизор есть, так, стол есть, пожалуйста, холодильники. Так, все, смотрим. Комната, смотрим, что здесь получается у нас. Ну, здесь, конечно, этот внутренний двор. Так, светильники есть, телефон есть, позвонить... Wi-Fi здесь свой имеется, бесплатный. Итак, заходим, заходим, еще раз осматриваемся. То есть, это вот сама комната, да? Это вот сама комната, просторная, светлая. Лифт, ну, как его, Мукеев, кондиционер. Все известно здесь, 18 градусов поставлено. Ну, я, конечно, обычно ставлю 23-24 и уменьшаю поток воздуха. Уменьшаю вот, уменьшаю вот до такой степени. То есть, мне подходит. Кому-то, конечно, хочется там холода добавить, да? То есть, холод опустить, так как из России. Но, предупреждаю, очень холодно и большой поток не ставить. Потому что это можно, когда выходишь ты из комнаты, например, можно там проветрить помещение. Но желательно не рисковать, потому что в чужой стране бойтесь кондиционеров и бойтесь холодной воды. Вот это, если будете соблюдать вот здесь условия, все, болезней меньше будет во много-во много раз. Вот. Сама комната четырехместная, как я сказал, да? Стул есть, шкафчики есть. Тут, альхамдуля, полочки все. Пожалуйста, красиво. Ага, намаз можно почитать. В каждом уважающем себя отеле обязательно мусхов должен быть и намазлык. Так, а где намаз читать? Для того, чтобы намаз читать, обратите внимание на вот такие вот значки. Значит, вот в эту сторону у нас Кыбла. В эту сторону Кыбла. Мечеть находится недалеко. Поэтому на все намазы здесь трансфер. Трансфер есть свои автобусы. По поводу телевизора хотелось бы тоже рассказать, что здесь в каждом хорошем отеле обязательно телевизор должен быть с каналом. Есть каналы различные. Здесь, как и в любой стране, есть различные каналы. Но я предпочитаю, что 0, например, 0,01, например, или 0,2, это у нас... 0,2 это Коран, а 0,3 это у нас хадисы пророка Мухаммада, саляллаху алисаляму. То есть 0,2, 0,3. Ну и далее продолжаем экскурсию по нашей замечательной комнате. Комната отличная. Дальше идем в туалет. Ага, здесь свой. Так, розетка есть. Розетки. По розеткам я тоже научу, как пользоваться такими розетками хитрыми, безопасными. Далее, так, туалет заходим, туалет, все, шампуни, крема, мыло, все имеется, и это все меняется, все, когда заканчивается, обращаемся в администрацию, дополняем. Так, горячая вода имеется, холодная имеется. Горячая, это вот, видим, красная. Холодная, видите, вот здесь цвет синенький, да, то есть синенький, красненький. Все просто и удобно. Потом, также здесь есть розетка, потом есть фен, подсушить волосы, подсушить себя, и... Отлично. Фен работает, зеркало очень большое. Так, ванная комната здесь, интересно сделали они, конечно, душевая, все, вот у них здесь. То есть я иногда здесь тахарат беру, а мовение здесь беру, здесь удобнее, не надо нагибаться, не надо ноги задирать, вот здесь просто... Вот, пожалуйста, здесь, пожалуйста, ноги взять, помыть, да, и душ принять, тоже здесь отлично. Так, ну вот здесь можно будет холодное, мокрое, потом полотенце повесить, мокрое полотенце. Так, полотенчики есть в каждой комнате, так, 4 места у нас, значит, полотенчики есть для рук, для лица, и вот полотенчико тут для ног, да, тут здесь можно на выходе прям постелить полотенчико. Туалет есть, подмывалка есть, все работает, туалетная бумага имеется, все есть. Ну вот туалет, туалет очень удобный, так, насчет кухни, здесь своя кухня есть, очень отличная. Дуляп есть, дуляп шкаф, да, для вещей, пожалуйста, вещи, пожалуйста, у них тут сеть есть, полочки, все имеется, вешалки, так, стаканчики, чай, все имеется, чай есть, отлично, холодильник имеется, все отлично, все новое, все четкое, все новое, все четкое.